Более 50 тонн гуманитарной помощи готовятся к отправке из Дагестана на территорию городов Мелитополя и Бердянска. Об этом в ходе пресс-конференции на площадке РИА Дагестан сообщили представитель благотворительного фонда «Инсан» Насрула Абубакаров и руководитель группы сопровождения груза Магомед Гаджимагомедов. Две фуры с продуктами питания профинансировал гендиректор компании НИБА Загидин Касумов из Кизлярского района. Мы решили на стороне не остаться, так как мы видим обстановку, которая находится в данный момент на Украине. Решили участвовать в этом процессе, оказать гуманитарную помощь нашему братскому народу Украины, отправить две фуры продовольственных наборов из восьми видов продуктов, самых необходимых продуктов. Особенно из своих продуктов организовали вот этот набор, 3000 коробок на две фуры. Напомним, это уже четвертая крупная акция, организованная фондом «Инсан». Последний раз помощь была доставлена в освобожденный Мелитополь в конце прошлого месяца. Почему они в «Инсан» звонят, например, в «Инсан» обращаются? Не каждый же может дорогу делать тоже. Магомед нам эту дорогу делает с нами вместе. Это все через военных надо делать. Просто так туда фуры и делегацию не запускают. Предыдущие два выезда, которые у нас были, в Ростовской области, в Симферополь, Крым, почему мы туда поехали, там остановились, дальше уже не пускали. Говорили, там стреляют, туда нельзя ехать, там вас не пустят. Но на третий раз уже мы добились этого, заехали, получилось. И дальше хотим тоже заезжать и по городам, по деревням заезжать, раздавать и звук руки людям. В начале, конечно, что-то тяжелого-то было. Уже люди сами, уже дагестанцы, простые жители обращаются. Вот сейчас уезжаем, уже будет через 3-4 дня еще две фуры готовы. Мы собираемся там оставаться и сказать, чтобы фуры сами выехали. Дальше заехать с ними сопровождение, туда в Украину заехать. Наши военные, наши, как скажем там, наши спецслужбы, именно с Дагестаном ребята очень грамотно работают, общий язык находятся с людьми. Уже в городе, уже в кафе, что-то работают, в магазине работают. Днем и ночью они постоянно на связи с миром. Там где-то на работу человека поставили, там преподаватель вышел на работу или нет. Ну все контролируют они. Уже потихоньку лучше и лучше становится. И мы тоже хотим, чтобы и нашим была поддержка, чтобы у них взаимосвязь была со всеми. Вот еще раз заехать туда. Гуманитарную помощь от Дагестана нуждающимся жителям Донецкой и Луганской областей и освобожденных территорий планируют оказывать регулярно, а именно каждые 10 дней. Благотворительную инициативу проявляют меценаты, общественники, а также простые жители республики.